Я не думал, что я когда-либо скажу подобное, но сегодня я рекомендую посмотреть ЧКТРК «Грязный» и вспомнить о тех событиях, задуматься о том, где были вы в то самое время, какие трудности вы переживали, и сравнить это с тем, где был тогда Кадыров и все его семейство, и как они тогда жили. ЧКТРК «Грязный» ЧКТРК «Грязный» Вообще, тема с тем, чтобы напомнить нам о военных событиях, это подобно тому, как если бы сегодня существовала нацистская Германия, и они бы показывали евреям кадры Холокоста. Тем самым, напоминая им, вот смотрите, мол, как было тяжело тогда, вот насколько это были трагические события. Но дело в том, что Холокост это преступление нацистской Германии против еврейского народа, а российско-чеченская война это преступление России против чеченского народа. А в любом преступлении главный вопрос, который возникает у любого человека, это кто преступник и наказан ли преступник. Поэтому, просматривая эти военные хроники, первый вопрос, который мы задаем, и главный вопрос, это, а кто же виноват в этом преступлении против нашего народа, и понесли ли наказание те самые преступники? Те, кто мочил нас в сортирах? Наказан ли кто-нибудь из тех военных преступников? Наказаны ли те, кто отправили крылатую ракету на центральный рынок города Грозного 21 октября 1999 года? Наказаны ли преступники, устроившие геноцид в Самашках, в Алдах? Где наказание этих преступников? И нам кадыровская пропаганда пытается увести нашу мысль в сторону какого-то противостояния Кадырова с Азакаевым. Вот, дескать, смотрите, в каком положении были вы, какие трудности вы переживали, Азакаев в это время развлекался в Грузии, в Дании, в Лондоне. Но проблема в том, что война это не разборка Азакаева с Азакаевым, какая-то личная, это трагедия целого народа, это преступление против целого народа. Поэтому пытаться это все свести на Азакаева, упоминая, что он убежал, находился тогда где-то в другом месте, но это очень нечестно. Потому что Азакаев это очень такая легкая груша для битя, это подобно тому, как вывести на ринг чемпиона мира по UFC в тяжелом весе против ребенка. Это очень нечестно. И я предлагаю здесь пойти по такой же аналогии, по такому же принципу, сравнивая, где кто находился в эти тяжелые времена. Только мы будем сравнивать не с Азакаевым, а с обычными рядовыми жителями Чеченской Республики. Итак, вот этот седобородый мужчина на фотографии, это мой отец, Абдурахманов Умалт. Родился в 1938 году, умер в начале 2000-го. И умер не в Лондоне, не в Европе, а в селении Старой Ятаги Чеченской Республики. Путин пытался замочить моего отца в сортире, когда мой отец находился в селении Кордон Гродинского района. Начали долбить Кордон авиацией, артиллерией, танками. Мой отец вынужден был перебраться через реку в селение Дубоюрт, пытаясь не дать Путину замочить себя в сортире. Но Путин стал долбить Дубоюрт. Опять авиация, артиллерия, танки. Тогда мой отец перебрался в Старые Ятаги. Не один, со всей нашей семьей. И в селении Старой Ятаги Аллах забрал моего отца. Да помилуйте его Всевышний Аллах. А где же в это самое время находился отец Кадырова? А сам Кадыров, а все семейство Кадыровых. Где они были в это самое время? В начале 2000-го, когда Путин пытался замочить в сортире моего отца. И в конечном итоге мой отец умер. Где в это время было семейство Кадыровых? В это самое время семейство Кадыровых находилось у России за пазухой. Их никто не бомбил. Авиация, артиллерия, танки, зачистки. Этого всего не видел Кадыров и его семейство. В это самое время Кадыров получал щедрые дары от Путина за свой акт предательства. Как раз тогда он получил квартиру в Москве, в Соколином гнезде, да, по-моему. Служебная квартира, которая затем перейдет в собственность Кадырову. Как раз в это самое время эти люди не испытывали никаких трудностей войны. В 2001 году мой родной старший брат вместе со своей тетей был убит в городе Грозном по улице Избербашской, Октябрьском районе. Они были убиты российскими наемниками, российскими военными. И сожжены в собственном доме. А где был тогда старший брат Кадырова или сам Кадыров? Где были они? Кто-нибудь пытался в это время их сжечь в их же доме? Испытывали ли они те же самые трудности, которые испытывал мой брат и весь наш народ? В начале нулевых, уже в 2000 году, я поступил в Грозненский техникум информатики и вычислительной техники. Был молодым подростком, студентом. И перед тем, как отправиться на свою учебу, я у себя на кухне жарил лук и ел его с кусочками, с оставшимися кусочками засохшего хлеба. А в соседней комнате плакала моя мать от того, что ей нечем было меня накормить. Интересно, а что кушала в это время мать Кадырова? Себас в той самой квартире, которую щедро Путин подарил Кадырову за его предательство. Что ел в это время Кадыров? Его брат, их отец. Что вы кушали в это самое время? Когда я доедал кусочки засохшего хлеба с жареным луком. И так, как я жил весь наш народ, ведь я рядовой житель Чечни, весь наш народ испытывал такие же трудности. Все мы тогда доедали кусочки засохшего хлеба. Все, кроме единиц вот таких вот предателей, вроде Кадырова. Поэтому, когда вы пытаетесь напомнить людям об их положении, это неплохая идея. И мы действительно вспоминаем и делаем выводы. Вот только я думаю, что это не совсем гениальный план с вашей стороны. Это скорее такая попытка запугать нас. Напомнить о тех ужасах и сказать, вот вы что забыли, как мы мочили вас в сортирах. Вы хотите, чтобы мы повторили? Есть ли в этом какая-то соль, смысл? Есть ли вы в этом запугивании? Сработает ли это? Или же это наоборот сработает против вас самих? Я не думал, что я когда-либо скажу подобное, но сегодня я рекомендую посмотреть ЧКТРК «Грязный» и вспомнить о тех событиях, задуматься о том, где были вы в то самое время, какие трудности вы переживали. И сравнить это с тем, где был тогда Кадыров и все его семейство, и как они тогда жили. Задумайтесь об этом и сделайте правильный вывод.